Подзаголовок «Является ли иудаизм религией?» Раби Самсон Рафаэль Гирш 1808-1888, выдающий софилолог, писал, что термин «религия» является самым большим препятствием на пути к пониманию иудаизма. Слово «религия» не имеет эквивалента в иврите Торы. Слово иврита «дат», которое теперь принято переводить как «религия», вообще не появляется в Пятикнижии Моисея. Из 24 книг еврейской Библии слово «дат» можно найти лишь в книге «Эстер», где оно обозначает закон, а не религию. Таким образом, классифицировать иудаизм как «религию» значит навязывать ему концепцию чуждую Торе. Давайте попробуем рассмотреть Тору в ее собственных концептуальных рамках. Соответственно, поскольку Тора описывает сотворение неба и земли, предмет космологии, и поскольку законы Торы охватывают не только мораль, но и антропологию, психологию, медицину, этику, социологию, управление, экономику, агрокультуру и всеобщую историю, Несомненно, термин «религия» слишком узок для описания иудаизма. Профессор Генри Барук, биолог, психофармаколог, психолог и социолог, характеризует Тору как наиболее полную науку о человеке. Он пишет, «Хотя эту обширную науку вульгаризировали религии, произошедшие из Торы, она по-прежнему остается малоизвестной и неверно понимаемой. Эти религии черпали в основном из ее моральных принципов, к тому же с различными модификациями, которые выбрасывали древний еврейский закон. Биологию, социологию и так далее, одним словом, конкретные и материальные части Торы. Кроме того, Тора составляет неделимое целое, и невозможно изучать ее в заимствованных версиях или отрывках, без того, чтобы полностью не исказить ее значение и дух». Конец цитаты. Вернемся теперь к Раби Гиршу. Цитата. «Всякий европейский язык говорит о религии. У нас, народа религии как такового, нет выражения для нее. Если какое-то понятие используется для обозначения особой связи с нашей жизнью на основе религии, оно подчеркивает именно эту связь и подразумевает, что в жизни есть другие сферы, которые к религии не относятся. Это выделяет религиозную жизнь в самостоятельную сферу и отделяет ее от всей остальной жизни. Но когда все, от рождения до смерти, принадлежит религии, эта концепция перестает существовать, поскольку каждая фаза жизни пронизана религией и ничто из нее не выпадает. Более того, слово «религия», происходящее из латинского «religare» – связывать, соединять, даже противоречит еврейской точке зрения, наше отношение к Богу делает нас свободными. Проще говоря, иудаизм – не религия, синагога – не церковь, а раввин – не священник. Иудаизм не является некой добавкой к жизни, как не является он частью занятий человека в жизни. Иудаизм охватывает все сферы нашей жизни, будучи суммой всех наших жизненных занятий. В соответствии с ученым XX века Генри Баруком, классические еврейские философы, такие как Рамбам 1135-1204 и Иуда Олевий 1095-1150, считали иудаизм наиболее всеобъемлющей системой истины. И именно потому, что они таким образом рассматривали Тору, они могли считать евреев учителями человечества, как и многие нееврейские философы, историки и государственные деятели, хотя последние и не были близко знакомы с эзотерической мудростью, заключенной в Торе. Отметив это, давайте теперь попытаемся разъяснить термин «демократия» – религию нашего времени.